Инновационный подход к образованию. Поиск новых направлений и дисциплин, востребованных как среди абитуриентов, так и во всем мировом спортивном сообществе. 42 кафедры спортивной, медико-биологической, общетеоретической и гуманитарной направленности. Умение идти в ногу со временем, опираясь в этом на накопленный за 100 лет теоретический и практический опыт. Вот отличительные черты вуза, один из слоганов которого звучит как «традиции и инновации». Сегодня в нем занимаются более 6 тысяч учащихся, из которых сотни студентов приехали в Россию со всего мира с одной заветной мечтой – учиться в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Ведущий в мире спортивный вуз, великолепный коллектив, прежде всего преподавательский, традиции, наработанные за эти годы, методики – все это дает возможность сохранять лидирующие позиции не только в России, но и во всем мире. Ругув Ксмит помнит свою историю. К покорению новых вершин он стремится, прочно опираясь на традиции. Старейший спортивный институт страны первым поставил перед собой задачу воспитания здоровых, сильных телом и духом людей. С годами инфискульт стал главным научно-педагогическим центром страны, популяризатором знаний о физической культуре, непререкаемым авторитетом в вопросах развития науки о спорте. На заре XX века физическая культура была новой, только зарождающейся научной дисциплиной. Сто лет спустя мы не можем представить без нее нашу жизнь. Занятия физической культуры лежат в основе формирования здорового образа жизни, культивации здоровых привычек. Спорт в современном мире – это не только борьба за самые высокие достижения, но и, в принципе, неотъемлемая составляющая нашей жизни. Спорт всегда был частью мирового культурного наследия. И хранителями этого наследия являются сотрудники, преподаватели и выпускники лучшего спортивного вуза страны. Это не просто необходимость, это потребность любого спортсмена обязательно учиться. И если спортсмен еще учится, уделяет ему максимальное возможное время, то результат на соревнованиях, конечно, всегда будет лучше. История РГУФК-СМИТ – это история нашей страны. Институт физической культуры преодолевал все трудности, встречавшиеся на его пути. Достойно принимал все вызовы, созидал и создавал новое. Переосмысливал накопленный опыт. Вел своих учеников к достижениям в сферах науки и к победам на крупнейших спортивных соревнованиях. Сто лет кузницы кадров нашего спорта. И все большие и значимые победы, связанные с советским и российским спортом, конечно, есть и доли нашего спортивного института. Даже в годы войны институт продолжал выпускать специалистов по физической культуре и спорту. Позднее все они внесли неоценимый вклад в дело развития спорта высших достижений, когда Советский Союз начал принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. 7 мая 1951 года СССР был принят в члены Международного Олимпийского комитета. Началась славная история наших олимпийских побед. В послевоенные годы институт не только сохранил, но и приумножил лучшие традиции довоенного времени по воспитанию и обучению студентов. А потому неудивительно, что именно воспитанники инфискульта не раз приносили славу своей стране, поднимаясь на высшие ступени пьедестала почета. Более 200 только золотых медалей завоевали студенты университета на Олимпийских играх. Для даже не очень тщательного специалиста в области физкультуры и спорта очевидно, что достичь столь убедительных в таком количестве побед невозможно без методического обеспечения. Выдающиеся преподаватели института были основателями первых спортивных научных школ в нашей стране. Тысячи выпускников своими достижениями заложили фундамент физической культуры и спорта. Для каждого из них институт физической культуры – это не просто альмаматор, не просто университет, которым они посвятили всю свою жизнь. Все они могут подписаться под словами «РГУФК СМИТ – это призвание». Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма за прошедшие 100 лет зарекомендовал себя как ведущий спортивный вуз по подготовке высококвалифицированных кадров. Студенты и выпускники РГУФК СМИТ не только представляют свою страну на крупнейших международных соревнованиях. Они – профессиональные тренеры, которые готовят своих воспитанников к главным стартам их жизни. Используют весь свой опыт, все свои знания, полученные в стенах родного вуза, чтобы сделать процесс подготовки максимально эффективным. Они – медицинские сотрудники сборных команд, члены научно-исследовательских институтов, которые проводят комплексные исследования спортсменов высокой квалификации. В каждой спортивной федерации, в министерствах и органах местного самоуправления можно встретить выпускников РГУФК СМИТ. Развитие массовой физической культуры в нашей стране невозможно представить без их каждодневного труда, без их плодотворной работы. Мне хочется вот нашим всем институтам, а РГУФКу, а вообще для меня роднее к ЦАЛИВКу, быть чемпионом. Вот задавать ту высокую планку, в которой всегда стремится спорт. Без знаний, без науки, без творческого подхода и видения вперед быть чемпионом тяжело. В 21 веке университет продолжает динамично развиваться, выступает с новыми образовательными инициативами, прилагает все усилия, чтобы жизнь его студентов была не только насыщена учебой, но оставалась при этом интересной и разнообразной. На этот университет ориентируется не только вся страна, но и весь спортивный мир. В начале 2018 года РГУФК СМИТ получил статус базовой организации в области физической культуры и спорта СНГ. Новая цель ВУЗа – обмен опытом с многочисленными коллегами, улучшение системы обучения и создание целой сети учреждений, занимающихся воспитанием не только спортсменов, нацеленных на медали, но и просто здоровых, гармонично развитых людей. Это важное начинание не только для университета, но и для всей отечественной образовательной системы. Мы просто поняли, что мы действительно ведущий ВУЗ. Те научные школы, течения, которые были заложены как фундамент в основу нашего университета, легендарного ЦАЛИВКа, они все-таки еще сильны. И наша задача – оставаться лидером. Университет вступает в новый век. Будущим студентам ВУЗа предстоит ставить новые рекорды, совершать открытия, развивать тренерские методики, открывать дорогу в спорт детям, молодежи, всем, кто стремится к вершинам, в ком горит огонь спортивного азарта и созидательной энергии. История «РГУФК СМИТ» продолжается.